На этом занятии рассмотрим защиту Пирца-Уфимцева. Первый ход. Белая пешка Е2 на Е4. Черная пешка Д7 на Д6. Эта защита разработана советским мастером Анатолием Уфимцевым. Большую роль в развитии дебюта сыграл также югославский гроссмейстер Пирц. Второй ход. Белая пешка Д2 на Д4. Черные отвечают. Конь Ж8 на поле Ф6. Белый конь Б1 идет на поле С3. Надо защищать пешку. Черная пешка Ж7 на поле Ж6. Четвертый ход белых. Пешка Ф2 на Ф4. Белые контролируют центральные поля. Очевидно, они также готовят продвижение пешки Е4 на Е5. Черные отвечают. Слон Ф8 на Ж7. Пятый ход белых. Конь Ж1 на Ф3. Черные делают короткую рокировку. На пятом ходу черные могут сыграть и по-другому. Они не будут делать короткую рокировку, а пойдут пешкой С7 на поле С5, атакуя Д4 и начиная игру на ферзевом фланге. Но мы будем рассматривать вариант пятого хода, когда черные делают короткую рокировку. Шестой ход белых. Пешка Е4 на Е5. Атакуется конь и пешка Д6. Здесь также у белых есть другие возможности продолжения игры. Они могут играть или слоном на поле Е3, или слоном на поле Д3, или слон на поле Е2. Мы рассматриваем ход пешкой Е4 на Е5. Черные уходят конем, на которого напала пешка Е5. Конь Ф6 идет на поле Д7. Белые играют активно. Пешка H2 идет на поле H4. Это сигнал к атаке. Седьмой ход черных. Пешка С7 на С5. Белые продолжают. Пешка H4 идет на H5. Черные отвечают. Пешка С5 бьет пешку на Д4. Белый ферзь бьет пешку на Д4. Д6 бьет пешку на Е5. Ферзь Д4 идет на поле Ф2. Пешка Е5 бьет белую пешку на поле Ф4. Белая пешка Х5 бьет пешку на Ж6. Пешка Х7 в свою очередь бьет пешку Ж6. Ферзь с поля Ф2 идет на поле Х4. Очевидно стремление белых. Это пункт H7. Черные защищаются. Конь Д7 идет на поле Ф6. Белый слон С1 бьет пешку Ф4. Черный ферзь Д8 идет на поле А5. Совершенно очевидно, что после хода черных ферзь А5 на поле Х5 размен черным обеспечен. Поэтому белые блокируют этот размен ходом слона Ф1 на поле В5. Возможно, следующее продолжение. Ферзь идет на поле В4. Пешка А2 на А3, атакуя ферзя. Ферзь бьет В2. Белые делают интересный ход. Слон идет на поле Е5, нападая на коня. И в случае взятия тогда опять провисает мат на поле H7. Причем они готовы отдать за это ладью. Вся игра еще впереди. В качестве примера защиты пирца у Фимцева рассмотрим партию между гроссмейстерами Фишером и Бенко, которую они сыграли в Нью-Йорке в 1963 году. Белые. Фишер. Е2, Е4. Бенк отвечает. Пешка Ж7 на Ж6. Фишер. Д2 на Д4. Черный слон Ф8 идет на поле Ж7. Белый конь Б1 идет на поле С3. Черная пешка Д7 на Д6. Белая пешка Ф2 на Ф4. Конь Ж8 на Ф6. Конь Ж1 на Ф3. Черные делают короткую рокировку. Белый слон Ф1 идет на поле Д3. Черный слон С8 идет на поле Ж4, связывая коня белых. Белый атакует слона пешкой H2 на H3. Черный слон на Ф3. Черный слон на Ж4 бьет коня на Ф3. Ферзь Д1 бьет слона на Ф3. Черный конь Б8 идет на поле С6, атакует в свою очередь пешку Д4. Слон С1 защищает пешку и становится на поле Е3. Черная пешка Е7 идет на Е5. Она старается развязать центр. Белая пешка Д4 бьет пешку на поле Е5. Черная пешка Д6 в свою очередь бьет пешку на поле Е5. Белый продолжает атаковать пешка Ф4 на Ф5. Черные отвечают. Ж6 бьет пешку на Ф5. Более сильным был бы ход конь С6 на Д4. Но в партии последовало, как уже было сказано, пешка Ж6 бьет пешку на Ф5. Белый ферзь Ф3 бьет пешку на Ф5. Теперь конь С6 становится на поле Д4, атакуя ферзя. Белый ферзь уходит от удара на поле Ф2. Черный конь Ф6 идет на поле Е8. Белые делают короткую рокировку. Черный конь Е8 идет на поле Д6. Белый ферзь Ф2 становится на Ж3, связывая слона черных. Поэтому король черных уходит на поле Х8. Белый ферзь Ж3 идет на Ж4. Черная пешка С7 идет на С6. Слишком пассивно следовало пойти на поле С5. Белый ферзь с поля Ж4 идет на поле Х5. Черный ферзь с поля Д8 идет на Е8. Это ошибка. Белые играют. Слон Е3 бьет коня на Д4. Пешка Е5 бьет слона на Д4. Ладья Ф1 идет на поле Ф6. Прекрасный ход. Черный король с поля Х8 идет на поле Ж8. Очевидно, что если здесь черные сыграли бы слон бьет ладью на Ф6, то в результате хода пешки Е4 на Е5, помимо того, что атакован конь и слон, нависает мат на Х7. Поэтому девятнадцатый ход черных король идет на поле Ж8. Белые все равно играют пешкой Е4 на Е5. Атаковано по-прежнему поле Х7. Поэтому черные уходят Х7 на Х6. Белый конь С3 уходит на поле Е2. Это самое простое от угрозы. Ладья бьет коня на Д6. И от следующего хода ферзь на поле Ф5 с последующим матом на Х7 спасения нет. И черные сдались.